Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Суть в том, что человек мечтает о мужчине в МЧП и хочет, чтобы он был руководителем, чтобы обеспечивал и так далее. И при том, что автор вопроса работает, в планах развиваться, зарабатывать больше, но хочется вот автору вопроса такого мужчину и мечтает она о нем постоянно, спрашивает, где познакомиться, вот и, соответственно, спрашивает, о том, что эффективнее. Понять, что я интересно повыситься на оценку или перестать думать о мужчине мечты своего времени или понять, что таких мужчин один на миллион стоит снизить свои запросы. Знаете, мне кажется, что в этом мужчине вы всего-то для себя активнее ищете. Ну, вы описываете реализацию, лично я думаю, что это еще. Лично мне показалось, что больше, больше безопасности вы ищете. Вы себя не в безопасности чувствуете. Вот вы развиваетесь, да, хотите зарабатывать все больше. Про реализацию говорите, что не реализованы. Мне кажется, это про безопасность. Мне кажется, что, да, вы делаете большую ставку на реализацию, в какой-то степени вы хотите реализоваться через мужчину. Это правда. Но, как бы, стоит вот задать себе вопрос, да, ну, а почему я стесняюсь, вот, как бы, да, почему я стесняюсь того, ну, место, вот, как вы его называете, пафосное место, почему я стесняюсь пафосного места, в котором я хожу. Вот. Вот. Считаю, что я недостоин, что мужчина мне интересна и так далее. Вот. Почему так? Откуда стесняюсь? И на первый взгляд здесь кажется, что вопрос самооценка. Но мне кажется, что вы специально знаете. Мне кажется, что вы знаете, чего вы стоите. Мне кажется, что вы знаете, что вы из себя представляете. Мне кажется, что вы примерно оцениваете свои возможности. Но вы не чувствуете себя в безопасности. Вот. И... Я бы с этим поработал. По-моему, на деле. С требованием. От себя. От окружающего мира. От мужчин. Безопасно. Безопасно. А... Сейчас. То, что... Вы хотите встретить такого мужчину. Вы пытаетесь им... Вот вы говорите, что я нам... С ними почувствую себя наполненным. Это значит, что без него вы чувствуете какую-то пустоту. Пустота... Это что-то, что вы в себе... Скорее всего... Подавляете. Это пустота. Нужно поискать, что вы подавляете в себе. И как-то... Сделать это, в счастье, ваше личность. Никто не запрещает вам... Ознакомиться... Ознакомиться... С теми мужчинами... Которых вы... Которых вы хотите. Даже если это мужчина... Отец... Ничего... Ничего... Совсем уж... Криминального в этом нет. Но... Не хотелось бы... Чтобы ваша жизнь... Чтобы вы... Родители от кого-то... А раз вы говорите, что можете быть... Наполнены... Только с мужчиной мечты... С неким... Идеальным... Мужчиной. Это зависит. Потому что... Каждую секунду... Даже если вы его встретите... Вы будете думать... Что со мной произойдет... Если он уйдет... А не дай бог... Он уйдет... А Надю... Не дай бог... Какого-то лучше встретят. Понимаете? И... Подобная... Такая... Материалистическая... Немного... Позиция... Она... Прямо вытекает... Из... Того, что вам нужен мужчина... Высокого статуса. Потому что... Отношения строятся не на статусе. Отношения строятся на эмоциях... На человеческом контакте. У вас же... Довольно четко... Материальное... Видение отношений. Это неплохо. Но при таком... Материальном... Видении отношений... И при вашем... Подходе к себе... К тому, что вы стесняетесь... Как бы... Стыдитесь... Обесцениваете себя... Да? От такого... Мужчина... Будете зависеть. И даже вы... Если вы его встретите... Вы рискуете... Разручить эти отношения. Поэтому... Эээ... Например... Если... Поработать... Над... Тем... Допустим... Эээ... Что вы... Стыдитесь... Ну... Вот... Допустим... Если... Проработать... Над этим... Чтоб вы... Меньше стыдились... Да? Чтоб вы... Считали себя... Достой... Достойной... Эээ... Тех мест... О... Которых вы говорите... Чтоб вы... Приняли себя... Потому что... У меня есть... У меня есть... Ощущение... Что... Вот... То... Что вы делаете... Развиваете... Зарабатываете... Эээ... Хотите зарабатывать... Много денег... Мужчину ищите... Мечты... Вот... У меня... Есть... Такое ощущение... Что... Вы это делаете... Чтобы себя принять... Вот... Я... Сейчас... Как бы... Говорите вы себе... Этого добился... И... Буду наполнен... А вот этого я не наполнен... А что такое наполненность... Или не наполненность... Не наполненность... Вы не пишите... Вы... В... В смысле... Как она вам ощущается... Это наполненность... Вы не пишите... Мне... Понятно... Что это такое... Наполненность... Не наполненность... Понимаете... Да? Поэтому... Я не думаю... Что... Какой-то... Из... Ваших вариантов... Эээ... ломка себя. Ну, например, зачем вам смешать свои запросы, если сейчас вы хотите именно таких отношений? Зачем себя ломать? Работать в машинке можно, но что это такое? Как бы, то есть становиться интересной, что это такое? Дело не в том, чтобы стать интересной кому-то, а дело в том, чтобы вы стали интересны себе. И это означает развитие, это означает заработок денег, не обязательно большего количества денег в будущем. Может быть, да, скорее всего, да, но не обязательно. То есть вам нужно стать интересной себе. У меня такое ощущение, что вы не интересны себе, у меня такое ощущение, что вы окружили себя теми достижениями, которые вы перечислили, но в глубине души себе неинтересно. В глубине души вы постоянно ставите себе условия. Вот. Дайте мужчину свои мечты и все будет хорошо. Это иллюзия, потому что мужчина вашей мечты, и самый идеальный мужчина не решит проблем от того, что вы сами себя не принимаете, и вы будете на него проецировать это непринятие. Но если вы посмотрите на себя, если вы научитесь замечать свои переживания и станете интересны себе, совершенно не обязательно снижать те запросы, которые у вас есть. Просто, вероятно, вы станете что-то делать для этих запросов в большей степени. Например, вы почему-то ждете, что с вами познакомится мужчина. Вы говорите, что гуляю, бегаю по набережной, и думаете, что он сейчас проедет на машине, со мной познакомится. Почему? Вы ждете, что он с вами познакомится, а не вы. Да, если вам он нужен такой, да, вы можете сказать, ну, я не знаю, где такие мужчины. Правильно. Потому что такие мужчины, как бы, находятся на высоких должностях. И вы либо, вы либо оказываетесь в тех самых папостных местах, но потому что вы хотите быть в этих местах, а не для того, чтобы встретиться с мужчиной, познакомиться с ним. Потому что в этой, в этом случае вы в роли просящего. Либо вы достигаетесь чего-то в какой-то области. Ну, что буду делать? И быть собой нужно, чтобы вам было интересно. А вот если вам интересно что-то, что не предполагает высокого статуса, например, что вам будет довольно сложно признать, то запрос ваш естественным образом снизит. Потому что статус, это не то, чем выстраивают отношения, по крайней мере искренне и эмоционально. Вот. Но даже здесь есть нюанс. Вы можете выстроить такие отношения. И выстраивать их можете. Но, повторюсь, лучше это делать, не будучи профессией, не будучи зависимым. Я думаю, что вы хотите быть такой. И последнее, немаловажное, на мой взгляд, противоречие заключается в том, что вы говорите, что он меня обеспечивал, но в то же время пишите, что вроде как прекрасно обеспечиваете себя сам. Так о чем здесь идет речь? Понимаете, человек может стремиться к богатству, к роскоши, как к ценности, и платить за это разную цену. Например, полностью подшествовать своим здоровьем, как делают бизнесмены. Своей свободой, как делают другие люди. Кто-то может стремиться к богатству, к роскоши, как к компенсации. А кто-то может получить богатство и роскошь, как следствие того, что человек является собой. И вот третий вариант отличается от остальных тем, что здесь нет изначальной нацеленности на высокий статус. Но, как правило, в третьем варианте все приходит само собой, если у человека есть способности. Если у человека есть потенциал. Матерь. Вот есть ощущение, что вы все время пытаетесь прыгнуть выше головы. Это хорошо. Но вы пытаетесь прыгнуть выше головы за счет другого. И вы пытаетесь прыгнуть выше головы не потому, что вам что-то интересное делать. А потому, что вам кажется, что с вами что-то не так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok